Надеюсь меня слышно хорошо. Я представляю компанию L-Core Distribution, которая уже 14 лет на рынке Европы и Центральной Азии представлена. Мы представляем компанию GTB Technologies, это ведущая компания по решениям DLP систем. Сегодня будет спикером Александр Погребной, это solution manager GTB Technologies. Тогда передаю я слово Александру. Хорошо, коллеги, добрый день. Рад вас видеть сегодня на нашем вебинаре. Хотел бы сегодня поговорить больше с технической стороны, как мы говорим про наше DLP решение GTB DLP. Рассказать про некоторые нововведения или, скажем, такие вещи, которые для, можно сказать, не можно сказать даже и ваневационные, можно сказать, необычные для рынка, которые покрывают защиту вашего периметра. Предлагаю следующий вариант, который у нас будет проходить. Это первое, я вам покажу немного о том компоненте, какие решения есть, и потом на практике покажу наши тесты в лаборатории, как это работает. Сейчас я расширю свой экран. Спасибо. Когда мы говорим про DLP решение GTB, это решение, которое состоит из четырех главных компонентов. Первый компонент, который есть в решении, это GTB Inspector. Он отмечен пунктом 1a. GTB Inspector это ISO файл, который устанавливается всего за 10-15 минут. Очень-очень быстро. базируется на CentOS 7-ом, поэтому не нужно докупать ни какие-то внешние базы данных, какие-то типа Oracle или что-то еще. Очень быстро разворачивается, очень просто разворачивается. Среда развертывания это, возможно, любая виртуальная машина. Это может быть hardware-сервер, это может быть любое клауд-хранилище, такие как Google Cloud платформа или Amazon S3 или же Azure, облако. Неважно, где разворачивать его, можно ставить где угодно. Очень быстро, очень удобно разворачивается. Главная его цель, GDB Inspector, это две главных у него существуют цели. Первая – это защита всего вашего исходящего трафика корпоративного. То есть в обычной ситуации мы подключаемся по IK-протоколу к прокси-серверу, который стоит на стороне клиента. И весь трафик с прокси-сервера через IK-протокол проходит на инспектор. Инспектор его проверяет. Это LAN подключение, Wi-Fi подключение, это VPN подключение с домашнего компьютера к корпоративной сети. Инспектор его проверяет. И уже в соответствии с политиками безопасности… Да, да, можно задавать вопросы во время воркшопа в любое время, без проблем. Буду рад ответить на любые вопросы, которые есть. То есть первая задача инспектора – это перехватить весь корпоративный трафик, который выходит из вашей компании. И вторая его задача – это перехватить всю корпоративную почту. Делаем мы это с помощью прямого подключения к корпоративной почте клиента. Это может быть Office 365, G Suite, либо какое-то другое решение. Но эти два просто самые популярные решения на рынке. Мы можем перехватывать все исходящие почты, неважно, с какого девайса. Это может быть мобильный телефон, планшет, домашний компьютер, рабочий компьютер. Неважно, где находится ваш сотрудник – это работа, поездка какая-то, деловая или же отпуск, или же дом. Мы подключаемся с помощью прямого коннектора к корпоративной почте. И благодаря этому все исходящие имейлы проверяются в режиме реального времени. Есть также возможность и проверки картинок или изображений во время отсылки имейлов или же во время отсылки их через вашу корпоративную сеть. Поэтому две главных задачи у инспектора – это, первое, проинспектировать весь исходящий корпоративный трафик. Во-вторых, это проинспектировать всю исходящую корпоративную почту. Не пугайтесь на картинке роутера. Это просто один из видов подключения инспектора, зеркалирования трафика. Есть другие, которые не требуют никаких хардвей-решений, ничего. Просто напрямую подключаются к прокси-серверу вашему. Номер два на этом рисунке – это gdb-центральная консоль. gdb-центральная консоль – это тоже ISO-файл, тоже с предустановленной системой CentOS 7. Тоже устанавливается в течение 10-15 минут. Очень-очень быстро. Центральная консоль – это главный юзер-интерфейс, где будут происходить все настройки, работа с ивентами, воркфлоу, создание политик. То есть все время, которое будет проводить ваш офицер безопасности, он будет проводить 99% это в центральной консоли. Есть у нас локализация на разные языки. Уже переведена консоль больше, чем на 10 языков. Среди них присутствуют самые популярные такие, как русский, английский, испанский, немецкий, японский и многие-многие-многие другие языки, которые можно использовать. Очень быстрая установка, очень простая в использовании. Это два сервера, которые присутствуют, также устанавливаются, как и инспектор, на любую среду. Это может быть виртуальная среда, это может быть какая-то там хардверный сервер, это может быть клауд любой, которое есть в хранилище. Очень-очень просто в установке, очень-очень интуитивно понятная вещь. Номер три, дальше идя по теоретической части небольшой, это GTB Endpoint Protector, или агент конечных точек. Это MSI файл, который имеет тихую установку, устанавливается на конечные точки пользовательские, то есть ваших сотрудников, и может производить, скажем так, защиту на разных-разных очень уровнях. Когда мы говорим про агент, агент может следующие вещи делать. Это из короткого списка, а на самом деле очень большой список фич. Это TCP-сканинг тот же самый. Чем он отличается от инспектора? Почему и тут, и тут присутствуют TCP-сканеры? Инспектор покрывает юзкейсы, когда вы находитесь в корпоративной сети или используете корпоративную почту. Он прекрасно с этим справляется, но как только вы выходите за периметр корпоративной сети, допустим, вы взяли ваш рабочий ноутбук и пошли домой. Вы не подключаетесь по VPN, вы подключили их к своей домашней сети Wi-Fi и отправляете какие-то данные, которые находятся у вас на компьютере, через веб-мейл какой-то, типа Gmail, допустим. То есть Endpoint Protector, он может этот юзкейс покрыть, тот же самый. Он проверяет все TCP-исходящие соединения на компьютере, на котором он установлен. То есть инспектор делает этот девайс-агностик, то есть не зацикливаясь на каких-то девайсах, а во всем, на весь корпоративный трафик. А Endpoint Protector это делает для девайсов, на которых он установлен. Таким образом, выходит полностью закрыть периметр TCP-трафика, ликеджев, которые могут присутствовать. Далее это Control USB, то есть или внешних накопителей. Можно контролировать, какие накопители может использовать пользователь, сколько файлов он может передавать по количеству информации или по количеству файлов, какую информацию он может копировать, шифровать данные, которые отправляются на USB. То есть есть много-много-много-много вариаций работы с внешними накопителями. Это Application Control. Мы можем контролировать, какие аппликейшены запускает ваш пользователь, какие ему можно запускать, какие нельзя запускать. Можем контролировать, что печатает ваш пользователь. И это относится как к локальным принтерам, так к сетевым принтерам, так и к Save as PDF функции. То есть когда идет сохранение как PDF на печать, PDF-файла. Все это мы контролируем. Можно блокировать, логировать, можно смотреть, например, вообще все, что ваш пользователь печатает. Присутствует встроенный модуль классификации. То есть можно классифицировать имейлы и файлы. Любые типы файлов мы можем классифицировать. На имейлы мы пока классифицируем Outlook имейлы. Веб-мейлы не поддерживаются пока. Да, хороший вопрос. Поступил вопрос от Артура. Может ли работать на Linux? Да, можем. Поддерживаемые системы следующие. Это любая Windows-система, начиная с 7-го Windows, то есть Windows 7 и выше. Там любой Windows-сервер 2010, там 12 и так далее. Windows 7, 8, 10 и так далее. Частичная поддержка. Поддерживаем Macintosh, Java Catalyst. Мы поддерживаем Mac. Поддерживаем Linux. Это CentOS 7, Ubuntu 16, Ubuntu 18, и SUSE Linux тоже поддерживаем. То есть Linux поддержка есть. Для Linux есть свои ограничения. Немного дальше поговорю про них. Не все, что я перечислил, поддерживается прямо из фич, которые здесь находятся для Linux. Но об этом немножко позже я расскажу. Какие есть ограничения на Linux-машины. Также Endpoint Protector, он может контролировать клип-редэкшн не только на уровне текста. То есть мы привыкли, что традиционные решения, они контролируют копию какого-то текста в буфер обмена. Мы контролируем и текст, и возможность копии целого файла в буфер обмена. То есть когда вы Ctrl-C нажимаете на файл, пытаетесь выскопировать какую-то другую папку, допустим, да, система воспринимает это тоже. Копирование, проверяет файл и может запретить копировать файл даже внутри системы вашему пользователю. И еще последняя тут не обозначенная функция, которая достаточно, это файл share our... ...какие файлы... не слышно? Не слышно меня? Пропали на секунд 30-40. А, понял. Я прошу прощения, наверное, что-то с интернетом было. Да, повторюсь, есть файл share audit тоже там у нас опция. Я чуть позже покажу это все на практике, как оно работает, какие есть фичи, как они соотносятся с защитой данных на предприятиях. Ну, это так коротко мы говорили, я просто показал, какие есть функции небольшие, это такие базовые функции endpoint-протектора. Endpoint-протектор может ставиться у нас в silent-моде, в стелс-моде. Что это значит? Во-первых, когда вы устанавливаете, он не появляется в программ с фичерс, то есть нету никаких, там, допустим, процессов, программ с фичерс его не может удалить конечный пользователь, но также присутствует и стелс-режим, который скрывает все процессы и все сервисы, чтобы даже администратор не мог достучаться к ним, и тоже temper-proof режим, который может тоже защищать сервисы от остановки, например, администратором, чтобы администратор тоже ничего не мог сделать. Номер четыре, это четвертый компонент решения, это Discovery Server. Перед этим вижу еще один вопрос был, подходит ли решение для малых предприятий. Да, подходит. Мы работаем как с небольшими предприятиями, так и с большими. То есть есть и 100 пользователей, и 100 тысяч пользователей у нас клиенты разного уровня, поэтому подходит как и для малого, так и для среднего, так и для корпоративного бизнеса. Номер четыре, это GTB Discovery Server. Это сервер обнаружения, то есть мы просмотрели Data in Motion и Data in Use, данные, которые находятся сейчас в активном использовании, но также третья часть данных, которые требуют защиты, это Data at Rest, это данные, которые находятся в состоянии покоя. Вот для этого как раз есть Discovery Server. Discovery Server – это тоже MSI, iFile, который имеет Silent Installation, то есть тихую установку. Он предназначен для следующего. Он предназначен для обнаружения данных в покое на следующих средах. Это Exchange, это файловые сервера, которые у вас находятся, это любые базы данных, то есть неважно, с помощью DBC-драйвера мы подключаемся к любому базе данных, это SharePoint, это локальные диски, Outlook файлы. Дальше – это клауд-аккаунты. Когда мы говорим про клауд, мы работаем с прямым API-подключением, то есть мы не требуем установки какого-то desktop-аппликейшена, который вы установите, и потом просканите просто локальный диск, и вам скажут, что вы просканили клауд. Мы по прямой API-подключаемся к клауду, присутствует интеграция с более чем 75 клаудами через коннекторы, и с 8 клаудами напрямую красиво оформлено уже в самой консоли. Это OneDrive, OneDrive for Business, Google Drive, Amazon, Box, Dropbox, а, Dropbox, вот он тут есть, да, тоже же, Citrix, ShareFile, и Microsoft Azure. То есть к ним есть прямое подключение API, например, которое красиво. Можем мы классифицировать файлы внутри самого облака, то есть присутствует возможность классификации файлов в облаке и возможность произведения remediation, action, таких как там перемещение файлов, то есть их на карантин, это удаление файлов, это логирование, или же это копирование файлов в специфическую папку, где они будут храниться как копии, например. Discovery сервер устанавливается на любую Windows машину, начиная с Windows 7, и может удаленно производить скан следующих средств обитания, скажем так, или репозиторий. Это коротко о решении о ее структуре, то есть присутствуют четыре модуля, эти четыре модуля в своей, скажем так, среде, они полностью позволяют перекрыть весь периметр угроз от утечки информации. Также присутствует последнее, что скажу, это присутствует OCR у нас, OCR не только для Data at Rest, то есть не только для данных, которые находятся в покое, но также и для агента конечной точки. То есть в реальном времени, когда вы отсылаете картинку, например, на файловый сервер, копируете на флешку или отсылаете email на какую-то картинку, система может автоматически распознать текст в этой картинке и предотвратить утечку информации в виде изображений. Очень удобно. Сразу же скажу, возникает часто вопрос, а не влияет ли это на производительность конечных точек? Нет, ни в коем случае. Это все очень-очень-очень мало потребляет CPU мощностей, поэтому оно никакой деградации в сервисе не приводит. Продвигаясь дальше, посмотрим на саму консоли, как она выглядит. Смотрим на консоль. Вот так выглядит консоль. Это gdp-центральная консоль, есть, как я говорил, локализация на разные языки. В будущем также будут добиваться новые локализации, эти, которые уже сейчас присутствуют. Сейчас посмотрим на несколько юз-кейсов, несколько типичных юз-кейсов. как я говорил еще позавчера на воркшопе, очень важно защищать данные не только регулярными выражениями, не только ключевыми словами, как часто делают это компании, но и защищать цифровые отпечатки ваших баз данных и ваших файлов. вот у меня присутствует моя база данных, это Microsoft Texas Database, и вот у меня есть, допустим, какие-то там вымышленные мои клиенты, которых я занес в эту базу данных, или сотрудники. С помощью нашего Tool Security Manager я сейчас иду в настройки и просто настраиваю, там, допустим, что когда совпадение в базе данных существует тут именно фамилии и номера кредитной карточки, должна всплывать PCI-политика, когда совпадение и номера банковского счета, это будет GLBA-политика и так далее. То есть, что это значит? Система должна срабатывать и показывать только, когда совпадение будет, например, фамилии данного человека, Эбигнейл, и его номера банковского счета. Сейчас я скопирую эти данные и сразу вижу, что в клиберде оно нашло эти данные у меня. Иду на свой, на свою консоль, смотрю на правила, которые там присутствуют. Моя СССР заэкспаривалась, надо перезайти. Одну секундочку. Моя консоль находится в Калифорнии, я нахожусь в Киеве. Видите, как быстро идет подключение. Видите, как быстро идет подключение. В Калифорнии можно работать на разных уровнях, на глобальном, на доменном, организационном, групповом, компьютером и юзера даже уровень. И недоменные компьютеры. Мой компьютер в этом случае недоменный. Вот он, его название. И мы будем работать с ним конкретно. Когда мы говорили про Linux, сразу же скажу, когда мы смотрим на разные фичи, которые присутствуют для Linux, есть следующие возможности. Это TCP-перехват первое. То есть мы можем перехватывать весь TCP-трафик, который выходит из Linux-машин, интернет-соединения, выгрузку данных, какие-то облачные решения, отправка имейла или чего-либо другого. Мы можем это контролировать. Можем контролировать девайс-контроль тоже для Linux-агентов был вопрос. То есть когда идет копирование на флешку на Linux, это возможно. Или какие-то внешние носители, мы контролируем это все. Если этот периметр контролируем, локальный скан делаем. То есть скан данных, которые находятся на Linux-машинах, производим. Производим контроль аппликейшенов для Linux. То есть какие аппликейшены могут запускать ваши сотрудники или какие не могут. Производим копий-контроль для Linux, то есть информация, которая уходит в буфер обмена. Можем ее контролировать. И принтинг-контроль, то есть то, что печатает пользователь. Пока МИС недоступна для Linux, а следующие вещи, которые мы будем рассматривать, это классификация недоступна. Это контроль скрин и файл шире аудит. Но в скором очереди это будет доступно времени. Но большинство фич, они доступны уже для Linux, что является очень большим набором фич для Linux. И очень богатым ассортиментом, скажем так. Хорошо, переходим к нашим тестовым вещам. Смотрим. У меня сейчас стоит несколько политик, которые есть на все протоколы, которые будут. Я могу протоколы выбирать. Я выберу для теста все протоколы. На все дестинейшены. Для всех типов файлов. И дейта стримов данных. Я буду произвести следующее. Если я встречу уровень классификации TopSecret, файлы или данные каких-то систем, я должна логировать такое действие. Если я встречу вот наши отпечатки баз данных, система должна производить функцию UserJustification. И вот мы сейчас как раз посмотрим, что это за функция UserJustification. Зайдем на Gmail аккаунт мой. Зайдем в Compose e-mail. Сейчас мой Gmail раздумается. И вставим данные, которые я хочу отправить. Мы видим, что тут же у меня всплыло окно. Ваша нетворк-трансмиссия нарушает политику GLBA. Пожалуйста, выберите причину для продолжения трансмиссии. Я выбираю другое. Напишу. О, нет. Что я наделал? Опять я пытался Gmail отправить. У него не вышло. Он сдался. Но он будет дальше попытаться это сделать. Почему? Есть особенность такая интересная у Gmail. Gmail не отправляет сразу же. Он пытается сначала сохранить драфт вашего e-mail. или же документа, когда вы работаете с G-драйвом, в свою Cloud Storage. Для того, чтобы размножить в драфты ваши e-mail и все остальное. Как видите, мы этого не даем для них. Вот Gmail он пытается. У него не выходит это. И почему же у нас была блокировка данных и что это за функция Justification. Когда я зайду в вкладку Maintenance, Customize Notifications, могут быть небольшие задержки, потому что, как я говорю, моя консоль, она в Калифорнии находится, и я нахожусь в Киеве. Между нами большое расстояние очень. И смотрим вот. Вот у нас была USB. Это не наш случай. Наш случай – это Network User Justification. Что здесь можно делать? Тут уже полное ваше воображение, как сказать, и вкус. То есть что делается? Во-первых, вы можете менять цвет. Видите, вот опять Gmail пытается себе сохранить данные, мы опять его блокируем. То есть мы продолжаем защиту данных. не останавливаясь, а там где-то на полпути, а продолжаем работать. То есть мы видим Euronetward Transmission, то, что мы видели. Мы видим цвет, который мы можем поменять. Мы видим текст, мы можем его полностью поменять. Видим поведение, которое было. Что это было? Это была блокировка. Когда мы выбрали Other Plus Specify, система автоматически заблокировала. такую трансмиссию данных. Если бы я выбрал My Manager разрезed me to transfer this data, то система бы залогировала такую попытку. То есть это на ваше мнение. Вы можете менять, все блокировать. Можете отключать. Если я вот уберу галочку, то у меня останется только две опции. Я могу убрать еще одну галочку, останется вообще только одна опция, чтобы каждый раз, когда пользователь пытался отправить чувствительные данные, система ему давала возможность оправдаться, но при этом блокировала все попытки его. То есть здесь уже полностью, как говорится, на ваш вкус, свет и потребности. Можно свое лого поставить компании, чтобы не видеть GTB-лого. У меня тут окно всплыло. Это зубы, да, вот. То есть можно сделать reset-лого, поставить ваше лого. Видите, Gmail все пытается и пытается, но у него ничего не выходит. Reset-лого. То есть можно свой логотип поставить компании, полностью под себя модифицировать. И это касается не только вот этих функций, но и любых, любых вообще уведомлений. То есть они полностью кастомизированы. Вот я захожу, я могу поменять текст, стиль, язык. Могу два языка поставить, если мне нужно, три языка, да, чтобы люди понимали. Могу поменять текст, если мне не нравится то, как было по дефолту. То есть это уже полностью на мое рассуждение. Включается функция оправдания или user justification. Очень хорошая функция, которую многие пользуются. То же самое касается и файлов. То есть это был вопрос текста. Система нашла его. Она его заблокировала. Теперь я попытаюсь отправить файл с уровнем классификации TopSecret. Я уже знаю, какой это у меня файл. Допустим, этот. Так, мы видим, это еще у нас буфер админа. Осталось, надо было обнаружить страницу просто. То есть система распознала, что я пытаюсь отправить к файлу уровнем классификации TopSecret. И как мы уже ранее и поставили на работу, система его логировала. Я могу блокировать или что-то еще делать другое с этим файлом. То, что ты можешь только что сделать, это одна из интересных функций программы. Что я могу делать? Я могу навести на файл мышкой, сделать scan for DLP, что у меня сейчас тут не включено еще, и проверить, есть ли у файла какие-то нарушения политик безопасности. Это немного про TCP. Но также надо думать и про другие периметры. Сейчас я покажу еще несколько примеров с другими периметрами. Для этого я на секундочку отключу share screen и верну его буквально через минуточку. На паузу поставлю. Спасибо. 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 Спасибо за рождение. Я вернул share screen. Хорошо. Когда мы говорим про USB накопители, то же самое. Можно контролировать, сколько данных, каких данных мы копируем. на USB накопитель. Вот сейчас я открою свою флешку. Какая-то тестовая флешка, там, которая лежала. Вот есть флешка у меня. Я сейчас на флешку скопирую несколько файлов, которые у меня лежат. Это файлы, не нарушающие политику безопасности. По моим настройкам система должна такие файлы больше 10 файлов за 5 минут блокировать. То есть я беру какие-то там не нарушающие политику безопасности файлы. Начинаю их отсылку на мою флешку. Сейчас я подправлю флешку свою. Флешка не очень хорошая. К сожалению, у меня сейчас пока отсутствует подключение к моему компьютеру еще одному. Заключила она у меня. Вот она рассылела. Контакт отходит немножко у меня. И вот мы сейчас копируем файлы. Придется поправить ее. Идет копирование. Когда копирование достигнет там 10 файлов, система должна выдать нам уведомление. Она нам не выведомит, точнее, потому что я не выставил уведомление. Она запишет инцидент. Пока она там копирует, она просто отходит у меня немножко. Посмотрим на инцидент. То есть смотрим, это InPoint Protector, то, что мы делали. Например, во-первых, система у меня показала все файлы, которые я копирую на флешку. Это одна из функций. Во-вторых, перед тем, когда мы смотрели веб-мейл и все другое, мы видим, что инциденты записываются в режиме реального времени. То есть, когда было произведено нарушение, тогда и записался инцидент. Я делаю дабл-клик на инцидент. И я вижу все, что касается инцидента. Я вижу, что было найдено все три политики, которые я хотел искать для конкретных людей. Мы видим, что это для них, их данные конкретные. Что было сделано, заблокировано, что было выбрано. Вот, потому что видите, 10 файлов в течение 5 минут было скопировано. У нас же блок стоит на блоке, у нас автоматически включено. То есть, что система сделала, она скопировала 10 файлов, 11-12 она не дала скопировать нам на флешку. Это то, что произошло. То есть, мы тут видим на ивент, в ивенте очень много деталей, мой IP-адрес, мой логин, канал, который я пытался это слать. Дальше, какое приложение я использую, это хром, информация о моем домене, то есть, мой юзерный, логин. Если будет другое что-то, вот тут вот это с лдапа подтягивается все. То есть, так как я не лдап-пользователь, у меня тут нету, был бы я лдап-пользователем, все бы подтянулось бы и показало бы мне все параметры. Дальше, информация о нетворке, о сети, source IP-адрес, destination IP-адрес, host, порт, который был использован, URL. Если это файл, то тут будут метаданные файла, то есть, например, файл и размер, тип, путь к нему, кто его там модифицировал, количество страниц, слово в этом файле. То же самое это к файлу относится. И о политике, то есть мы смотрим, какая политика была, GLBA, уровень нарушения высокий, алгоритм, это отпечаток базы данных, вот она наша база данных, и где она была, сделан ее слепок, где отпечаток данных. Когда мы обновим сейчас наши ивенты, мы увидим, что присутствует следующий ивент, blocked, write limit reached, и мы видим, что копировалось сколько файлов, 10 из них дало скопировать, скриншот номер 2, 11 файл, уже система не дала его скопировать. Видите, это было локирование, локирование достигло предела, и система заблокировала такие вот такие вот по транзакции. То есть массовое копирование это очень важно на самом деле. Я знаю не один пример, когда много, когда сотрудник выносил просто кучу данных, которые даже, может, не нарушают политику конфиденциальности с фирмы, просто копируя их на флешку, не осознавая этого, иногда я осознавая этим, нанося огромный вред компании. Говорю дальше о интересных фичах. Хотел бы показать, если у меня тут получится подключиться, к сожалению, есть сетевые проблемы некоторые, в связи с коронавирусом, да, все работаем чуть удален, и сейчас нет возможности к своему основному стенду подключиться у меня вообще. Там бы я показал бы, как работает копирование картинок еще, очень классная вещь. То есть вы картинки делаете, копируете, куда-либо система обнаружает, это может быть файловый сервер, это может быть флешка, или это может быть, допустим, network file share. Надеюсь, что вы будете все-таки в будущем это сделать. Также присутствует классификация файлов, модуль классификации, я захожу на свой GTB-DLP-сетап, вкладку Endpoint Protector, посмотрим на примере файл классификации, то есть сейчас у меня стоит Adhoc Classification, есть возможность force user to classify, что значит force user, то есть заставить пользователя классифицировать данные, есть возможность classify based on content, или классифицировать в зависимости от контента. Есть возможность все эти вещи, как бы это сказать, комбинировать. То есть, ну, например, если я возьму force user to classify, и classify based on content функции, то система при попытке моей классифицировать файл, то есть я закрываю файл, сохраняю его, допустим, система выдает мне то, что мы сейчас увидим возможность классифицировать файл, я его классифицирую как публичный, на самом деле он секретный, система переклассифицирует его. То есть вот один из примеров файла, например, который мы видели. Я вижу, что это top secret файл, это можно скрывать от пользователя, выставлять ему. Сейчас мы создадим новый файл. Откроем его. Видим, что он сейчас не классифицирован. Внесем туда номер социальной страховки, это типические данные, которые являются конфиденциальными для Соединенных Штатов Америки. Видим, что это настоящий номер социальной страховки. Закроем и видим, что система предлагает мне классифицировать данные. Я плохой человек, поэтому я пытаюсь их классифицировать как Customer Data, хотя я знаю, что это секретные файлы. Вы видите, на ваших глазах система переклассифицировала этот файл. сейчас мы зайдем в него и увидим. Видим, что Top Secret это уровень классификации файла. Видим, что есть у нас Watermark, Top Secret. и я могу еще настроить Header и Footer. Мы их видели, когда система была как паблик, когда user-based у меня стояла Hey to Michael, но так как у нас переклассифицировано Based on Content, у меня тут отключен Header и Footer. Я их могу включить, чтобы в следующий раз они появились у нас. Поэтому я могу делать такие комбинации разные для разных юзкейсов, для разных типов файлов. Допустим, я хочу переклассифицировать файл. Система мне просит оправдания. Одна из функций возможностей это можно скрадить от пользователя. Я выберу MyManagerResource.me мы видим сразу появился другой хедер. Видим, что уже CustomerData, но все равно как только я попытаюсь закрыть файл, система должна перепроверить его за мной и почистить за мной, скажем так, видите, да уже TopSecret. То есть есть разные возможности классифицировать по контенту, классифицировать юзеру. AdHoc это вот это то, что мы видим. если я сейчас зайду в свойства, я тут ничего не увижу, потому что я не админис, я администратором буду, есть возможность функции показывать для администратора уровень классификации. вопросов еще я вижу. Is there any way to double-check the content with my manager allowed me to send this data? Да, есть возможность, то, что я показывал функцию right-click на файл. также система разрешает нам сделать следующее. То есть для того, чтобы пользователь потом не мог произвести какие-то действия недегитимные, для того, что я показывал, когда я пытался сохранить файл или заатачить его на почту. Я могу проверить right-click, scan for DLP сделать, допустим, да. Есть возможность в эту же секунду файл классифицировать. Зачем это сделано? Потому что если дать пользователю просто возможность проверять файл на контекстное меню, то он может доменяться так, чтобы что-то отправить. Народ у нас умный везде. Он может менять, переменять как-то там уже настолько, чтобы отправить файл, допустим, как-либо. А если классифицировать файл сразу, то тогда у него не будет такой возможности. И второй вопрос есть. What happens in case if the secret file is archived? Что случится? Система все равно все найдет. Если это зашифрованный файл, у него есть какой-то тег, он зашифрованный, то у системы есть отдельные политики дошифрованных файлов. Это простой архив, система видит уровень классификации в архиве, может быть Word или что-то другое. Она будет работать по высшему уровню. Что это значит? Система найдет какой-то самый файл, который надо блокировать, допустим, и она заблокирует весь архив, который отправляется. То есть архив заблокирует вместе со всеми другими файлами, которые копируются. То есть она у нас такую транзакцию заблокирует. Можете архивировать. Я лично пробовал до 40 архивов в архиве, делать или до 50, я не помню уже сам точно. Короче, очень большое число, все находится, все нормально. Максимальное количество, скажем так, архива, которые винда разрешает делать, я это пытался делать в архиве, и все находится, все хорошо, даже когда там в одном архиве 49 еще внутри архивов. Поэтому прекрасно все находит. Прерываясь на секунду, возможно, есть еще одна интересная функция, про которую я не упомянул, когда говорил про флешки, это Notify on Inserted USB, достаточно интересная функция. У нас есть возможность следующая, когда мы будем говорить про внешние накопители, говорим, есть возможность там white list или black list USB накопителей. То есть я могу какие-то флешки добавить в exception, их исключение. И вот если из этого исключения флешка вставляется, система нормально будет говорить, окей, вы вставили доверенную флешку, тогда вам ничего. Но когда я вставлю какую-то новую флешку или другую флешку, которая не в доверенном листе, то система автоматически пришлет уведомление администратору, сказав, что «добрый день, Александр вставил флешку в компьютер такой-то там, такая-то пти флешки, в такое-то там время, сразу же имейлом отсылается администратору, пишется ивент в секьюрити ивенты, и вы можете понимать проактивную защиту таким образом. То есть вы можете позвонить и сказать «ай-ай-ай-ай-ай, какой ты плохой человек, почему ты вставил неавторизированную флешку?» Ну, допустим, вы не блокируете их, можно вообще «allow read», например, если я вот сейчас это уберу с флешки, нажму «деплой», зайду на флешку мою, тут написано «у меня нету доступа на это», я нажму «ок», я хочу все равно, оно мне скажет «нет, извини, пожалуйста», и все, я не могу зайти на флешку, то есть можно вообще отключить флешки, допустим. есть возможность еще интересных функций для внешних накопителей, эта функция называется «log.io», «log.io.operations», мы уже ее видели в действии, когда мы копировали 10 файлов, когда мы копировали 10 файлов, система их всех мне отчитывала, да, видите, вот эти все файлы, они ничего не содержат абсолютно нарушениями связаны, но система мне их показывает как «informational», да, то есть обычно есть «medium», «high» и «informational». То есть вот эти все файлы она отчитывает, что я копировал и что можно сделать. Например, расскажу один юзкейс, очень интересный, который проводила одна из фирм наших, это большая юридическая компания, наш клиент огромнейший и у них был следующий случай, их сотрудник уходил конкурентом работать, то есть эта компания находится там в топ-3 мировых компаний по юридическим консалтингу и сотрудник уходил там то ли в топ-1 то ли что-то такое там компанию, которая вообще там самая-самая-самая. Но у них стояла следующая задача, они не могли ихнему пользователю заблокировать возможность работы с внешними носителями. с внешними носителями. Но они хотели видеть все, что он копирует на флешке и знать, что он копирует. они вот включили вот эту функцию log.io и они включили функцию shadow files. Что это значит? Когда их сотрудник копировал что-либо на флешку с его станции, они автоматически получали операцию логирования, даже если это не содержало политику безопасности, и получали доступ к файлу. То есть система копировала физический файл, и они не могли просматривать все файлы, которые сотрудник копировал. Они нашли, что он пытался скопировать около 10 конфиденциальных документов, которые не были отмечены как конфиденциальные, то есть публичные документы какие-то, но они внесли вред. То есть там какие-то данные были какого-то человека, допустим, которые могли принести в будущем вред, не являлись для этой компании критическими, не являлись чувствительными, но благодаря этому они просто все просматривали, что он копирует перед уходом, и потом смотрели эти файлы и нашли, что он копирует не файл, который бридж нарушает, но файл, который может быть потенциально опасным, скажем так. Хорошая вещь, функция достаточно, которая прекрасно работает. есть возможность работать с разными эксепшенами, это не буду показывать, это слишком банально и базово тоже, есть возможность создания шифрования файлов, мы не шифруем все флешки, не шифруем флешки, сами по себе, но мы шифруем данные на флешке, то есть, когда я попытаюсь там отправить какой-то данный на флешку, система автоматически мне их зашифрует, которая нарушает политику безопасности данные, конечно же, не просто какие-то данные, которые мы копировали, а можно и все данные просто шифровать, я называю это просто по-милому защита от дубинки, взяли флешку, вышли с офиса, кто-то дал по голове, забрал накопитель, без пароля уже не откроют. В очень скором времени планируется давать также возможность мастер пароля, то есть, может администратор задавать пароль для флешки, и уже сам пользователь не будет знать о том, что он копирует. Ну, не то, что он копирует, а пароль он не будет знать, он не будет иметь доступ к данным. Хорошо, поступило еще несколько вопросов, прервемся на вопросы. Is the system catching the upload of documents on file sharing sites, mega share account or something else? Да, абсолютно да. Покажу на примере Google Drive. Это мой лучший, личный Google Drive. Проверю, может, у меня есть возможность поясновную систему подключиться. к сожалению, не дает, она мне покамись, где-то идет глюк в сети еще. Google Drive захожу. Это приятно показать, потому что это среда свежая, я вот специально установил перед этим, ничего не настраивал там абсолютно, то есть, это, скажем так, чистая среда, новая, недавно агент поставлен, буквально перед сессией. Я попытаюсь загрузить сюда файл, который содержит конфиденциальную информацию. Впишу upload files. Выбираю какой-то файл, допустим, наши fingerprints. Где тут у нас есть fingerprint мой файл, fingerprinted, fingerprinted docs. Видите, система моментально реагирует, я разрешу, не запрещу, зачем мне этот файл номер. Мы видим блок to the data sent over HTTP violate the HR policy, то есть, работаем мы с любыми клауд-аккаунтами, upload на них без проблем, перехватываем вообще. никаких проблем нету с этим. И второй вопрос поступил еще. Can we create alert, a.g. email alert by severity to inform the security engineer? Так, да, можем. Если я правильно вас понял, если не понял, потом добавьте, может, я неправильно отвечу на вас вопрос. Кроме того, что есть возможность оповещать любых пользователей, выстраивать любые email alert для менеджмента, для любых сотрудников, как я хочу на мой вкус и цвет выставлять. Есть возможность следующая. Есть возможность, во-первых, alert manager делать. Это про alert. Я на это не акцентировал внимание. Здесь есть такая штука, как notify manager. Что это за вещи? Она позволяет вашему менеджеру в LDAP, то есть в Active Directory. Если за вами прикрытан менеджер, есть такая возможность и функция в Active Directory. Она позволяет вам отправлять ему ежесекундные, ну не ежесекундные, как это на русском, даже сказать, не знаю, правильнее. Моментальные. Моментальные. Как только вы нарушили, он получает email, что добрый день, ваш подчиненец нарушил такую-то там политику, пожалуйста, обратите внимание. Кроме security офицера. Но когда мы говорим про дополнительные меры, есть возможность следующая. Эта фича называется slow leaks. Или нам это звучит не очень, конечно, медленные утечки как-то, но так это называется везде, в обиходе. На нашем языке может не очень круто звучит, но на английском классно звучит slow leaks. Я смотрю на эту фичу, что она позволяет. Она позволяет в зависимости от политики, можно все тут выбрать, можно бланк оставить, это значит все, а можно какую-то определенную политику, например, я там, right limit rich, то, что мы посмотрели, да, на всех, или на определенные какие-то персоны, там, IP-адрес, хост-нэм, или имейл, или домен какой-то. допустим, я скажу, что с этого IP-шника, допустим, IP-шника будет более чем 6 нарушений в течение двух минут, то система создаст еще одно дополнительное инцидент, который будет иметь разный, на ваш выбор, уровень severity, то есть уровень опасности, скажем так, да, или важности, если проводить четко, и будет дополнительное уведомление, то есть таким образом вы создаете alert, email alerting, создаете дополнительный ивент, который говорит, слушай, обрати внимание, кроме общих как бы ивентов, обрати внимание, вот этот человек в течение пяти минут уже два раза пытался нарушить right limit, допустим, да, то есть обрати на него внимания, пожалуйста, он что-то делает незаконно сто процентов, как бы, вот эта фича называется slow leaks, и она позволяет увидеть вот эти вот все манипуляции, скажем так, когда человек пытается часто нарушить, оно дополнительно обращает на него внимание, с помощью email alert, там, специального инцидента, но сами email alert, они различные, их можно настраивать абсолютно, как бы, гибко и без проблем. еще говоря про разные функции, есть у нас возможность файл share audit, это то, что я говорил, к сожалению, Александр, основной голос пропал, сейчас не слышно. Алло. Да, все слышно. А, все, я прошу прощения, не знаю, что это происходит, у меня микрофон показывает, что сеть соединения есть, все есть. Как-то странно, да, ну, бывает. 2020 год, он такой, ничему уже не перестаешь удивляться в наше время. Хорошо. Когда говорим про файл share audit, это интересная тоже фича, которая позволяет вам смотреть все, что пользователь делает, я очень люблю это показать на практике, к сожалению, не могу подключиться к своей тестовой станции по непонятным причинам, ко мне сейчас сетевые какие-то проблемы, но покажу результаты уже. Что бы я ни делал на... Вот это к тому же я, это было фактически пару дней назад, тут я проводил демонстрацию тоже, видите, много меня, опа, грибной, я там копировал, создавал файл, копировал, и система мне показывает, что я в шаре копировал файл, потом я его приотачил был к шаре, ну что такое приотачивает, я пытался сохранить на свою шару с помощью там RDP вещь, RDP соединения, да, показывает, удалял файлы, показывает, переименовал я файл, тоже показывает, модифицировал файл, показывает, то есть система показывает все действия, которые я делаю с файл это относится и может быть относится к RDP соединениям, это не только там Windows с NTFS файл это и RDP соединения, это и касается флешек, можно настроить так, чтобы на флешке если что-то происходит вы тоже видели, или где-то там допустим в Azure файл то же самое, да, то есть в Azure где-то в файловом сервере что-то происходит, вы можете это и получать с помощью этой фичи, также эта фича предоставляет доступ и периметр защиты при копировании данных на файл shares это тоже одна из вещей, которые я очень люблю показывать, но к сожалению, сейчас я покажу на примере как это выглядит, очень много файлов, нарушение метод это тестовая среда, можно сделать быстрее чем по фильтру, просто соединение прервалось, понял, так вот, есть возможность контролировать этот переметр интернет, если я копирую что-либо с моего компьютера на файловый сервер, система может обнаружить это и предотвратить такое копирование, так же само как на флешку мы видели, то есть можно контролировать все и на файловый сервер, вот разное делал, вот например это не то, чтобы увидеть его вот я вперед на файловую сервер свою, этот скриншот был с данными этими, мы видим что это был png-файл, сработал отцар, отцар проверил картинку при попытке копирования и не дал ей осуществиться, он заблокировал ее, или тут у нас залагировал, залагировал у нас тут она, очень люблю это показывать, к сожалению, по непонятным для меня причинам пока нету возможности подключиться к моей тестовой среде, еще одной, это только одни из видов есть такая интересная еще из таких необычных вещей защита от снимка экрана в каком плане это больше осведомительная вещь, но я могу ставить разные watermark мы уже видели watermark на office файл помните да, он такой был топ secret есть возможность такой же watermark ставить для печати документов я печатаю документ вбивается watermark напечатанный документ и уже видно что напечатан был документ топ-секрет или что-то еще есть возможность такая интересная как display screen watermark сейчас я покажу что это значит видите есть возможность оставить вот такой watermark на экран то есть когда работает пользователь будет этот watermark его можно менять он у меня тут назову его по центру я могу поменять его расположение то как он будет идти полностью модифицируемая прозрачность могу поменять 10 секунд мы видим что он там поменяет видим уже тут видите уже прозрачный стало не так уже назвали где-то в боку экрана уже находится да но что это такое мы понимаем что любая DLP защита любая вообще cyber security защита заканчивается на том месте когда приносит человек свой телефон фотографирует и уходит но тут уже никакая cyber security не поможет я слышал там некоторые версии говорят что некоторые системы там они могут включать веб-камеру веб-камеры отлавливать телефон но это очень небезопасно потому что вы таким образом своей веб-камере даете доступ в любой момент включиться как бы очень большие злоумышления идут через веб-камеры тоже скажем так можно подключиться удаленно к вашей веб-камере включить ее ну типа если у нас вообще она постоянно включена и доступ есть к ней в программ то это вообще очень плохо я так скажу потому что большой идет как раз тоже веб-камеры из внешних периметров это не DLP но в общем то есть это не самый безопасный метод но и когда мы думали как мы можем защитить вот этот периметр для веб-камер для фотографий потому что любая DLP заканчивается на фотографии или любая Cyber Security вообще заканчивается на фотографии из домашнего телефона мы придумали вот этот метод эту метку зачем она создана во-первых человек который фотографирует он усведомлен что он фотографирует конфиденциальные данные во-вторых человек который будет получать эту фотографию он будет усведомлен что он получает конфиденциальные данные в-третьих при обнаружении этой фотографии в последующем. У вас будет evidence в суде или доказательство в суде легитимное, с которым вы сможете доказать, что пользователь злонамеренно поделился тайной информацией. Потому что если он с фотоэконом может сказать, что я не знал ничего, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду, не виноват я. Но когда будет вот эта вот метка, он не сможет этого сказать. Это первый уровень. Второй уровень доказательства в суде. То есть будет доказательство для вас, что пользователь реально осознанно это делал. То есть хорошая вещь. На самом деле многие пользуются, особенно там большие организации. Да, вот как раз был вопрос, я как раз ответил на первую его часть от Богдан Туркан. Да, вот когда мы про фотографии, я уже объяснил, да, то есть мы вот эту штуку для фотографии как бы предоставляем. Это, я бы сказал, самый оптимальный метод. Самый-самый оптимальный. Когда мы поговорим про print screen, тут мы намного дальше можем пойти, скажем так. Если на телефон, на домашний вы ничего не сделаете, да, сотруднику, как бы тут просто физически нету никакой возможности, кроме как вот усведомить его и по максималке ему показать, что информация конфиденциальна, по максимальному его уведомить об этом, по максимальному обезопасить себя, чтобы потом в суде выиграть дело, да, если что-то дойдет. Был у нас такой прецедент. Одна организация большая в Америке использует. Это у нас, ну, они у нас попросили, мы им это доделали к тому же программ, фичу. Они используют, и у них был случай реально, что сфотографировал сотрудник, ушел, поделился, потом эта фотка всплыла где-то в интернете, вычислили так сотрудника по Watermark'у, короче, и потом его наказали. Уволили и штраф еще хороший выплатили. Вторая часть вопроса, print screen, тут мы намного дальше ушли, ну, в плане, что есть возможность дальше разгуляться, скажем так, да, где есть возможность разгуляться. Мы это делаем, потому что мы pure DLP продукты, мы стараемся максимально предоставить интересные фичи, интересные вещи, то есть print screen. Во-первых, у нас есть возможность просто на базовом уровне отключить или включить print screen. Это первое. Ну, это самое простое, да, то, что делают все. Print screen button отрезали, включили, а работать не работает. Это первое. Ну, это мизер самый. Второе. У нас есть возможность логирования или блокирования конфиденциальных данных в попытке print screen. Что это такое? Когда я открываю свой файл, который у меня по top secret, и пытаюсь сделать его print screen, система автоматически распознает уровень классификации файла и может блокировать такую попытку или логировать. То есть это для классификации файлов определенная фича. По уровню классификации она может блокировать или логировать print screen. То есть мы не только в, как это сказать, в глупую или как это по-другому описать, я не знаю, работаем с кнопкой. Кнопка это как бы хорошо, да, отрезать, включить без проблем. Но мы и работаем со самими данными для print screen. То есть вы копируете, вы пытаетесь сделать print screen top secret. Окей, мы вам этого не дадим. Мы это заблокируем. Customer data, пожалуйста, делайте, но мы залогируем это. Видите, Google за мной тоже следит. Постоянно срабатывает поисковик. Интересная вещь, скажем так, говоря про конфиденциальность. Следующий район, мы можем логировать все print screen operations. То есть любой print screen action, который будет делать ваш сотрудник, будет логироваться, будет создаваться ивент. И вы будете знать, когда он пытался сделать print screen. Если это какая-то конфиденциальная информация, то вы увидите и детали как бы. Плюс то, что я не указал, это очень важный момент. Мы работаем не только с native Microsoft print screen, мы работаем с третьепартийными программами. То есть если ваш сотрудник использует Snugget, Snipping Tools, Lightshot, все эти программы мы тоже контролируем. То есть если он попытается использовать там Snugget для print screen от top secret файла, мы это предотвратим. Если он использует Snipping Tools без проблем, другие какие-то возможно тоже. Я почему эти три упомянул? Я ими пользуюсь лично и как бы они самые популярные. Может где-то в других регионах есть другие приложения, которые популярны, но работаем с всеми третьепартийными приложениями тоже на вот этом вот уровне. Плюс про screen, когда мы говорим, да, про экран, у нас есть такая интересная фишка, как screen sharing. Что она делает? Допустим, сейчас пользователи, сейчас я вам показываю какой-то там, я показываю свой экран, но как только я попытаюсь открыть файл confidential, да, в нашем случае, система обрежет мне возможность screen sharing. То есть что это значит? Вот я сейчас там транслирую, да, что-то, открываю файл confidential, автоматически на паузу переводит zoom screen sharing, закрываю confidential, зум автоматически с паузой его возвращает. То есть очень классная вещь на самом деле. Use case, самые обычные. Вы проводите конференцию, у вас внутренние документы какие-то, и у вас screen sharing стоит, ну screen sharing открыт, да, вы шарите экран, и вы открываете Word, новый документ создаете, да, и вы знаете, что Word сначала покажет старый документ Word, да, ну так он работает, это, типа, если у вас открытый документ какой-то, он показывает сначала открытый документ, и потом окно нового документа. Ну так Word работает, ну, логика такая у него. В случае того, если откроется вот этот документ, screen sharing обрежется на время, пока документ открытый, с конфиденциальной информацией, ну, на паузу поставится, скажем так, это лучше сказать, на паузу поставится. И потом он вернется, как только этот документ закроется. То есть хорошая вещь, пользуются многие компании, или там злонамеренно пытаешься что-то показать человеку, а он тебе обрезает, просто на паузу ставит все время в скриншерингах. И, ну, пользуются люди очень хорошая вещь. Это коротко, не коротко, может, даже отвечая на вопрос про print screen и photographing. То есть есть для этого тоже у нас вещи. И последняя интересная вещь, которую я хотел бы показать, так как наше время подходит к концу, это fingerprint of files. Я хотел бы, чтобы мы увидели, как это на самом деле происходит. Очень классно. Сейчас что я сделаю на посидок. Если у вас там уже есть вопросы, вы можете написать параллельно, я смогу ответить на ваши вопросы, которые есть у вас интересующиеся. Я сейчас зайду, там возьму какой-то файл. hotenglish.rfp Создам папку с названием, с названием говорю, с названием. Не понял, да, что-то. Так. Вот мой файл, english.rfp Какой-либо я захожу на свой секьюрс. Только что меня обрывала связь, я прошу прощения. Уже вернулась связь. Я в new file profile, создаем профайл с этим файлом. Я захожу на свой диск. Это можно делать fingerprint файлов на любом версии. Там network shell, sharepoint, subversions, repositories, где угодно. Но в моем случае я буду использовать свой компьютер. Не то. Чуть-чуть. Desktop. Вот моя папка 27.11. Я сделаю отпечаток цифровой папки целой. Назвем эту по полосе тест 27.11. Сохраним этот профайл. Как-либо. Сделаем отпечаток. Сейчас он пытается подключиться к моей ажуровской консоли. Потому что решение на ажуре находится там, в Калифорнии, я в Украине. Нужно учиться, все должно быть нормально сейчас. Для локальных она очень быстро идет. Это просто время занимает, чтобы я подключился к своей самой данной американской консоли. Так, сейчас проверю. Так, хорошо. Так, так, так. Хорошо. Тут все правильно. Тут должно нормально быть. Оставить ними возможность подключиться. К тому же, вот про Copy Controls тоже, что я говорил. То есть мы можем по уровню классификации, пока там она пытается подключиться, расскажу. Не только буфер обмена клейборда, но и буфер обмена файлов контролировать. То есть я вот сейчас попытаюсь тот файл, который мы с вами создали, да? 27.11. Скопировать. Видите, сразу же система пишет allowed. Classification top secret data detected in the file copy operation. То есть система может таким же образом контролировать. Почему-то не могу я подключиться к своей американской консоли. Сейчас у моего компьютера, может, какой-то порт заблокирован. Ну, может, оно сейчас еще посмотрит. Ну, посмотрим. Если выйдет, то покажу. У нас немного времени осталось сейчас подключиться к себе. Также таким образом, как я говорил, можно контролировать целые файлы копии, блокировать, что и пользователь. Когда мы говорим про информацию, которая исходит... Так, есть еще один вопрос у нас. At home, I'd ask a colleague to give him access to, for example. Мы работаем с RDP-соединениями. Вы про это. То есть если вы по RDP работаете, то уже это все будет находиться, все будет работать, система. То есть канал RDP поддерживается. Если вы работаете удаленно, все тоже работает. Все поддерживается. Все будет работать идеально. Если я правильно понял ваш вопрос. Надеюсь, правильно. Да, да. Поддерживается RDP-соединение полностью. Мы работаем с ними, блокируем информацию. То есть все работает так же, как вот я сейчас работаю. Я это как раз хотел и показать вам, но, к сожалению, видите, мое соединение сейчас не работает. То есть это один из кейсов, которых, к сожалению, двух или трех, которых я не смог показать, которые я очень люблю. То есть я бы сейчас по RDP подключился, типа и показал бы, как оно работает тут на уровне RDP тоже. Но, к сожалению, к сожалению, не вышло. Может, в другой раз выйдет показать тоже это. Коронавирус, он такой интересный, приносит некоторые неудобства в нашу жизнь и нововведения, скажем так. Так, хорошо. Не могу я подключиться, не могу, к сожалению. Надо порты открывать. Так как я установил перед сессией недалеко, а то не успел я все пооткрывать еще. Но файл мы можем словить, так на словах тоже. Хотелось бы на практике показать, начиная с пяти слов. Начиная с пяти слов, если файл содержит тут… У нас есть какой-то English RFP файл. Вот это уже мы можем отловить, если где-то в другом месте будет отсылаться. То есть, если я зафингерпринтил этот файл, то сделал отпечаток цифровой. Когда я попытаюсь достать кусок файла вот даже такой вот, система может его найти уже. Это очень маленький кусочек файла. Поверьте мне, система уже может распознать благодаря нашему уникальному запатентированию методу хеширования. Тогда на последок хотел бы еще рассказать про одну интересную вещь. Это будет последнее, про что расскажу. Я знаю, полтора часа – это много времени. Можно достаточно устать слушать. Буквально еще последняя вещь, интересная. Достаточно вещь, к тому же. Это… Ну, про принтер я не буду говорить. То же самое у нас на Pritting есть все. То есть, с принтерами, с локальными, со всеми работаем. Ничего такого необычного нету. Но вот интересная вещь, такая штука, как Real-Time Monitoring. Что это значит? Когда ко мне будут приходить какие-то файлы на компьютер, я могу их в режиме реального времени проверять и проводить с ними определенные действия. Посмотреть можно весь диск. Скорее, на себе папку Desktop – Test 2910. Она у меня просматривается. Я поставил, что если я скопирую номер соцстраховки туда, я должен ее классифицировать и логировать. Давайте мы ее удалить поставим для интереса просто. То есть я должен… Понятно, что файл не классифицируется в таком случае. Но вот в режиме реального времени, когда в эту папку попадают какие-то файлы, я должен удалять, которые содержат… Ну, хотя удалять это тяжело. Лучше хотя логируем и классифицируем, потому что удалять можно удалить не то, что надо. Я не советую. что для этого дела я сохраняю файл сохраняя настройки точнее я пойду отключу настройки своей классификации чтобы система сама не классифицировала файл может даже чтобы я неправильно классифицировал система переклассифицировала вообще сделаем такой интересный юз кейс сведу в этот файл это что я говорил когда я открывал файл старый показывает word то есть уже потенциальная утечка информации с нету защиты такой от скриншеринга можно увидеть из если рекординг стоит то потом просмотреть это все окей и вот я туда внесу конфиденциальную информацию костюмар дейта костюмар дейта копирую файл какую папку этом смотрю так заходим смотрим папку которая смотрю 29 10 а тут есть кто может пример текст текст и когда файл удаляется файл ци юзерс админ дэс топ возделать эту за секьюрити полосе если бы я выставил делает вот такой бы файл остался он бы рассказал бы чё файл был удален секьюрити полосе теперь я смотрю что система должна была сделать она должна была найти что этот файл находится здесь так у первых идем сюда ведь november 27 дэстоп пмг локал писи мониторинг тест 22 докс был классифицирован и найден потому что стоит локальная монитор то есть онлайн мониторинг в принципе думаю это все много чего показали к сожалению не вышло три из кейса самых одних из моих любимых показать в связи с боями в технической части в сетевой но я думаю много тоже интересного смогли ли себя увидеть спасибо вам всем за внимание будьте здоровы не болейте в это тяжелое время спасибо вам всем за внимание окей александр спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok